Чуть более чем через 3 недели выйдет новая глава Некром в The Elder Scrolls Online, а это значит, что неплохо было бы подготовиться к её выходу и начать её прохождение с максимальным комфортом. Хауди, вы на канале Эфирный Мёд, с вами как всегда Рал и Макс Эндерхил. Здарова дороги! Устраивайтесь поудобнее, берите оба кигорячий чай и мы начинаем. Всем известно, что с главой Некром в игру добавят несколько новых мифических предметов, которые можно заполучить, имея доступ к определенному набору DLC, не касающихся свежей главы. А это значит, что вы не получите новые артефакты, имея на аккаунте только главу Некром. Вам как минимум нужно иметь доступ к главе Грейму, которая открывает доступ к механике археологии и раскопок. К чему это я? Дело в том, что разработчики довольно хитро используют систему археологии и раскопок вкупе с добычей мифических предметов. И поступают разработчики следующим образом. Вам известно, что мифические предметы можно получить только после того, как будут найдены и выкопаны все зацепки на тот или иной мифик. А те самые зацепки, которые являются ключом к мификам, могут быть раскиданы по разным DLC регионам в игре. Для тех, кто не понял, поясню на примере одного мифического предмета, который уже есть в игре. Болотный килл гарпунера. Три зацепки из пяти находятся в DLC регионах, а две зацепки в базовых. Зацепка отрез из кожи работы Катринги можно получить в регионе Черный лес. Это ладно, ибо этот мифик был добавлен вместе с главой Черный лес. Тут ничего такого. А вот следующие две зацепки можно получить, имея доступ в DLC контенте прошлых лет. Зацепка амулет из болотной синей яшмы. Выбивается с ластбосса в DLC подземелье Руины Мазатуна. В которой игроки могут получить доступ, имея на аккаунте DLC Тени Хиста, или же подписку СА+. Зацепка к ушах из волчьего хвоста. Выбивается при рыбалке в DLC регионе Мрачной Трясины, для которого нужно одноименные DLC, или подписка СА+. То есть, для того, чтобы получить болотный килл Гарпунера, игроку нужно купить главу Греймур, для доступа к археологии, купить главу Черный лес, для доступа к месту раскопок киллта, купить DLC Тени Хиста, для того, чтобы выбить одну из пяти обязательных зацепок, и купить DLC Мрачной Трясины, аналогично предыдущему пункту. Или же, если вы новенький игрок, вам достаточно иметь активную подписку СА+, чтобы не покупать все предыдущие DLC. В общем, я надеюсь, что я понятно объяснил, как дополнительно разработчики ТСО стимулируют продажи старых DLC и глав. И новые мифические предметы в главе Некром не будут исключением. На момент записи этого ролика известны не все места фарма зацепок на новые мифические предметы, а большая часть, что были найдены, находится в регионах главы Некром. Хотя вот, одна из зацепок мификов Некрома выпадает с ластбосса в DLC подземелье Балсунар. То есть вам, как минимум, нужно будет покупать DLC Песцы Судьбы, ну или же иметь подписку Месса+. В общем, будьте морально готовы, что вам придется, скорее всего, докупать недостающие DLC и главы, если вы хотите заполучить новые мифические предметы Некрома. А приобрести DLC-контент для ТСО вы можете безопасно в Vivec Cron Market. Vivec Cron Market это онлайн-сервис, с помощью которого вы легко можете приобрести любое DLC в ТСО, включая новую главу по предзаказу. Помимо DLC, вы можете заказать белые кроны, за которые и приобретаются DLC в ТСО. А по промокоду МЕД при первой покупке крон вы получите скидку в 20%. Несмотря на то, что Vivec Cron Market дороже своих аналогов, он предоставляет прекрасную гарантию качественного обслуживания и решения всех возможных проблем с вашим заказом. Vivec Cron Market. QR-кодик и ссылочка в описании. Подготовьте рабочий билд для фар-материалов и данжей. Чтобы с комфортом вкатываться в PvE в ТСО, важно иметь рабочий билд, с которым вы сможете спокойно закрывать интересующий вас контент. А конкретно нас интересуют такие отличные сеты, как, например, Unsull Torment из Триала Некрома. Значит, по-хорошему нужно создать контекст, чтобы с кайфом его фармить. Если вы только начинаете увлекаться PvE-активностями в ТСО, то мы уже создали материал, который поможет вам определиться с начальными и легкодоступными сетами. Сейчас вылетит подсказка. А если вас интересует уже фарм совершенных версий сетов и конкретный билд, то к вашим услугам гадетки на двухпанельного храмовника Епитрахеля. Хоть это гайд для данджея и соло, но вы все равно можете руководствоваться полученными знаниями оттуда для адаптации билда уже в Триала. С помощью небольших манипуляций с общим количеством доток на панели и подгонки вашего баланса статов конкретно под ту группу, в которую вы сейчас играете, а в частности адаптации крит урона и пробивания. А если эти ваши вивинги для вас это не православно и чужеродно, то мило все просим поглядеть на наш гадетский на однопанельную хавиатачную сорку, если вы любитель такого геймплея. Он же в принципе и чародей через хавиатаки. Там просто жмете правую кнопку мыши и обновляете дотки. Попутно не забывая смотреть сериал на фоне, кушая в процессе. А под некоторые ситуации, когда группа и вовсе не справляется, то другую итерацию этого билда можете попробовать. Называется он весьма красноречиво повелитель пива. Кнопок там надо будет сжать еще меньше. Продвинуть сюжет до актуальных событий главы Некро. Согласимся с тем, что в ТСО система квестов очень запутанная. И в игре нет четкого маркера, который ведет вас исключительно по квестам в хронологическом порядке. У новичков наоборот получается проходить квесты в разнобой, что ломает им восприятие хронологии. Но углубляться в это мы не будем, ибо это тема для отдельного видео. Скажу так, что перед главой Некром для хронологии нужно было пройти те DLT, которые сейчас вы видите на экране. А после DLT Пламенная Песнь можно проходить два новых подземелья. Зал Песцов и Бал Сунара. А затем пройти пролог главы Некром, который можно активировать в кронном магазине уже прямо сейчас абсолютно бесплатно. И последнее. Если вам, как игрокам, интересна система спутников в игре, то можете полностью закрыть сюжет каждого из них, чтобы спокойно пройти сюжеты двух спутников из главы Некром, Редгарда и Арганянина. А затем оценить их степень проработки на фоне предыдущих доступных компаньонов. Спасибо большое за ваше внимание и просмотр. Поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал, группу ВКонтакте, Телеграм-канал и Дискорд, чтобы не пропускать новые ролики и стримы. До следующего ролика лапки. Пока.